Пятница. Итоговый выпуск новостей на Юэй Ти Ви. Мы собрали для вас все самое важное и интересное. И вот что будет в выпуске. До ратификации соглашения о Евроассоциации с Украиной сказала Нижняя Палата Нидерландского парламента слово за Сенатом. 17 погибших, 17 пропавших на оккупированном полуострове украинцев. Акцию «Крымская нумерология» провели активисты под посольством России в Киеве. За ее работы сражаются на мировых аукционах. 100 лет со дня рождения украинской художницы Татьяны Яблонской. К ситуации на линии фронта за сегодня. Пятеро украинских военных ранены в зоне АТО. Боевики продолжают открывать огонь по позициям ВСУ. На Мариупольском направлении обстрелы велись по всей линии разграничения. Самая горячая точка – поселок Водяное. Здесь пророссийские силы били из крупнокалиберной артиллерии. Из БМП обстреляли позиции украинских войск возле Широкина. Неспокойно было в Новотроицком, Павлополе и Гнутовом. Атаковали из гранатометов и стрелкового оружия. На Донецком направлении из минометов различных калибров обстреляли Троицкое, Дачу, Зайцево и Авдеевку. Также из гранатометов в течение всего дня – Авдеевку, Майорск, Зайцево, Пески, Луганское. На Луганском направлении из гранатометов и стрелкового оружия вели огонь по Новоалександровке, Троицкому и Новозвановке. Всего зафиксировано 47 обстрелов. Десантник 79-й бригады, тяжело раненый под Авдеевкой, умер в больнице Днепра. Николай Гуцаленко с позывным «Кока» попал под обстрел боевиков 21 февраля. В госпиталь бойца привезли с тяжелым ранением головы. За его жизнь врачи боролись двое суток, но безуспешно. Армеец скончался накануне в реанимации, не приходя в сознание. Николаю было 25, он был одним из тех украинских военных, которые вывесили флаг над новым терминалом аэропорта, когда воины АТО его обороняли от врага. У бойца осталась жена и 9-месячный сын, родители. Людей в Авдеевке обеспечили водой, восстановили подачу из резерва, поставляют по графику. Донецкая фильтровальная станция не работает, объект остановлен, персонал эвакуирован. В штабе АТО сообщили, станция уже двое суток под обстрелами, многие объекты получили значительные повреждения. Обеспечивать работу станции практически невозможно. Люди из-за обстрелов боятся возвращаться. Минувшей ночью на территории предприятия разорвались 8 снарядов. Кроме Авдеевки, станция дает воду нескольким населенным пунктам на подконтрольной и оккупированной территориях. Из Крыма продолжают вытеснять бывших украинских военных. Тем, кто изменил присяги, перейдя на службу к оккупантам. Из России на аэродром Качи прибыли 5 летных экипажей. По данным украинской разведки, россияне заменят бывших украинских летчиков, будут летать на военно-транспортных и самолетах-амфибиях. А крымчан отправят служить в РФ. В том числе в части Северного флота военно-морских сил. А до конца года на полуострове хотят отменить большинство должностей, которые занимают военнослужащие женщины, бывшие граждане Украины. За прошедшие сутки, ударно празднуя 23 февраля, боевики массово употребляли спиртные напитки и наркотики, в том числе и на боевых постах. Вследствие дружественного огня противник понес потери. Трое наемников погибли. Они входили в состав так называемых 3-й и 7-й бригад российско-оккупационных войск. 11 были ранены. Они также входили в состав 3-й, 7-й и 100-й бригад так называемого 11-го полка российско-оккупационных войск. У БСЕ фиксируют уменьшение количества нарушений режима тишины на Донбассе на прошлой неделе по сравнению с позапрошлой на 20%, сказал заместитель главы спецмиссии в Украине Александр Хук. При этом на 80% уменьшилось применение запрещенного вооружения. Представитель УБСЕ показал график, который демонстрирует динамику нарушений тишины в течение последних пяти недель. В то же время подчеркнул Хук, деэскалация на востоке Украины – это лишь в сравнении с началом февраля. Тогда было особенно неспокойно. В целом ситуация остается тревожной. Снижение уровня насилия, если считать количество случаев применения запрещенного минскими соглашениями вооружения, в частности, это танки, минометы, артиллерия, было особенно ощутимым. На прошлой неделе мы зафиксировали 185 взрывов, вызванных огнем из танков, минометов и артиллерии. Количество таких случаев за прошедшую неделю составило 884. Это дает нам 80% снижение. Митинг 26 февраля 2014 возле Верховной Рады Крыма был мирным, а преследования проукраинских участников политически мотивированные. У России нет юрисдикции для расследования. Такие выводы сделала международная экспертная группа. Она провела реконструкцию и анализ тех событий. Подробнее в сюжете. Крым Украина! Крым Украина! Крым Украина! Сохранить целостность Украины с такой целью 26 февраля 2014-го около 15 тысяч крымчан вышли под стены парламента. Сказать «нет» оккупации родной земли и не позволить пророссийским депутатам принять антиконституционные решения по отделению полуострова. Проукраинским активистам противостояли сторонники партии «Русское единство». Во время митинга два человека погибли. 26-го уже в Верховной Раде были десятки чужих людей. Агенты ФСБ в штатском уже сидели в приемной, в кабинете тогдашнего главы Константинова. Мы тогда свою задачу выполнили. Мы не позволили им показать якобы законные решения, которые бы позволили утверждать, что Крым добровольно переходит от Украины к России. Уже утром 27 февраля в действие вступил силовой сценарий захвата Крыма. Вооруженные люди в форме без опознавательных знаков заблокировали здания органов власти. Аннексировав полуостров, Россия начала преследовать тех, кто сопротивлялся. Так называемые власти открыли уголовное дело по факту массовых беспорядков. По нему проходит ряд крымско-татарских активистов. Среди них зампредседателя Меджлиса Ахтем Чиегос. Эксперты утверждают, протест был мирным. Можно утверждать, что в целом собрании имели мирный характер. Это аргументируется тем, что отсутствуют какие-либо доказательства того, что готовя митинги, организаторы преследовали цели, какие-либо насильственные цели. Преследование крымско-татарских активистов эксперты называют политически мотивированными, а так называемое дело 26 февраля сфабрикованным. Подчеркивают, Россия не имеет правовых оснований расследовать те события и привлекать граждан Украины к уголовной ответственности. Коннексия произошла позже, и таким образом ретрактивное влияние и распространение закона не может быть. Второй очень главный мотив в том, что угроза общественным интересам, которая, скажем так, наблюдается гипотетически, она не была против Российской Федерации, а против общественных интересов на то время Украины. Эксперты уверены, правовой анализ событий станет доказательством в Гаагском трибунале, когда будут судить высших преступников за нарушение международного уголовного права на украинской территории. Когда международная правовая система, в том числе, которая, я надеюсь, и уголовный трибунал, будет рассматривать уголовные дела в отношении руководства Российской Федерации, когда будут трибуналы в отношении тех лиц, кто с оружием заходил на чужую территорию, у нас будут факты и доказательства. Следующим этапом станет сбор фактов о репрессиях на полуострове. На сайте прокуратуры Крыма заработает реестр преступлений оккупационных властей. Олеся Гурбик, Владислав Посудевский, Юэй Тиви. Разыскать 17 пропавших без вести крымчан, расследовать все насильственные исчезновения на полуострове. С такими требованиями несколько десятков активистов пришли под посольство России. За последние три года жертвами агрессии Кремля стали 40 жителей Крыма. В их поддержку провели перформанс без слов под названием «Крымская нумерология деталей» в сюжете Тамары Кононенко. Решат Аметов стал одним из первых, кто поплатился жизнью за проукраинскую позицию. Его тело со следами пыток нашли возле Белогорска за несколько дней до незаконного референдума в Крыму в 2014. Он верил, что даже один в поле воин. Прошло уже три года, и его поступок сохранился только в памяти крымских татар и проукраинских людей на полуострове. Но лично я думаю, что он достоин звания Героя Украины. Алексей Гриценко – один из активистов, которые в 2014-м попали в плен к оккупантам. Поехал в Крым как волонтер, вместе с другими активистами отвозил гуманитарную помощь. В плену пробыл семь дней. Мы реально завозили спальники, стиральные машины даже купили. То есть это реально была гуманитарная помощь. Но это не имело никакого значения. Нас держали в Симферопольском республиканском военкомате. Меня первые сутки, а ребят дольше. Потом Наташу освободили через два дня. Меня перевезли на вторые сутки в Севастопольске. Пытали первые сутки, а потом просто держали в одиночной камере. Таким, как Решат и Алексей, посвятили акцию «Крымская нумерология. Перформанс без слов» провели под российским посольством. 17 попавших в плен, но вскоре освобожденных. 6 найденных мертвыми. И 17 пропавших без вести. Одно из смыслов того, что он молчаливый, в том числе, что об этих людях ничего не известно до сих пор, и о том, что сами эти люди молчат. Мы выходим сюда восьмой раз и будем выходить до тех пор, пока не появятся хоть какие-то известия о всех этих людях, которые исчезли в Крыму за время аннексии Крыма. Подобные акции активисты проводят раз в месяц в рамках информационной кампании «Найти и освободить». Обещают не остановиться, пока не вернут из плена всех украинцев. Тамара Каноненко, Дмитрий Гришко, ЮАИ-ТВ. Ратификация в Нидерландах соглашения об ассоциации Украина-ЕС – это дальновидная позиция. Так президент Петр Порошенко поприветствовал решение Нижней палаты парламента этой страны. Назвал это взаимовыгодным проектом. Накануне Нижняя палата голландского парламента ратифицировала соглашение об ассоциации Украина-ЕС. За документ проголосовали 89 из 150 депутатов Палаты представителей. О том, в какой атмосфере происходил процесс ратификации Нижней палаты Нидерландов соглашения об ассоциации Украина-ЕС, мы поговорим с собственным корреспондентом Украинформа в Брюсселе Андрей Лавренюк с нами на скайп-связи. Андрей, здравствуй. Здравствуйте, Даша. Нижняя палата приняла законопроект о ратификации соглашения между Украиной и Европейским союзом об ассоциации. Как протекал этот процесс? В какой атмосфере? Если мы говорим непосредственно о вчерашнем пленарном заседании, которое прошло относительно поздно вечером, после 19 часов уже, то голосование прошло достаточно успешно и уверенно, потому что ему предшествовало многомесячный большой путь, который прошла и Украина, и Европейский союз, и самое главное правительство Нидерландов относительно того, чтобы найти этот компромисс, вложить его, имплементировать его в соответствующий законопроект и найти голоса в его поддержку. И вчера состоялось голосование, 89 депутатов палаты представителей Нижней палаты парламента Нидерландов поддержали ассоциацию с Украиной. Но, конечно, впереди еще будут несколько важных этапов, и нужно еще бороться за нашу ассоциацию с Европейским союзом. А что может помешать голосованию в Верхней палате? Это следующий этап. На самом деле в Сенате, в Верхней палате парламента Нидерландов у правительства Маркарюты нет большинства. Всего лишь 25 депутатов из 70 входят в правительственную коалицию в Сенате. И поэтому нужно найти еще дополнительные голоса из представителей других фракций и политических групп. На сегодня прогноз относительно голосования в Сенате, который состоится уже после парламентских выборов в Нидерландах 15 марта, сдержанно положительный. Несмотря на отсутствие коалиции и большинства, есть несколько депутатов, несколько политических сил, которые готовы составить такое ситуативное большинство и поддержать ратификацию в Сенате этого документа. Какие аргументы стороны, которые против ратификации соглашения об ассоциации Украина-ЕС? Самым главным аргументом это являются результаты референдума в Нидерландах, который прошел в апреле 2015 года. Ну надо сказать, что он был консультативным. Да, но в контексте высоких демократических парламентских традиций в странах Западной Европы и в преддверии выборов 15 марта, конечно, никто из политических сил не хочет терять поддержку избирателей. И поэтому главный аргумент противников это то, что население Нидерландов выступило против этой ассоциации. И поэтому, несмотря на консультативность и несмотря на отсутствие прямой юридической силы этого референдума, воле изъявления избирателей и граждан нужно поддержать. Андрей, а какова позиция официального Брюсселя на ратификацию соглашения Нижней Палаты? Официальный Брюссель, конечно же, всячески поддерживает эту ратификацию. И вчера была официальная реакция профильного еврокомиссара Юхана Сахана, который написал в своем твиттере, что это правильный шаг на пути к завершению ассоциаций. И он приветствует от имени Европейской комиссии. И мы раньше, ранее слышали заявления руководителей Европейского союза, лидеров, глав государств, членов, которые все уже давно ратифицировали это соглашение, кроме Нидерландов. Конечно, это поддерживается. И это является сейчас вопросом способности самого Европейского союза, скажем так, выполнять свои международные обязательства перед Украиной в частности. Андрей, спасибо за эту информацию. Сапкор Украинформа продолжает следить за тем, что происходит вокруг процесса ратификации соглашения об ассоциации Украина-ЕС. А мы продолжаем выпуск новостей. Переговоры об ассоциации между Украиной и ЕС начались еще 10 лет назад. Текст был окончательно согласован в 2011, но в ноябре 2013 правительство Азарова приостановило подготовку к подписанию документа. И это стало одним из толчков к революции достоинства. После нее в 2014-м переговоры возобновились. Вскоре была подписана политическая, а потом и экономическая часть соглашения. Соглашение об ассоциации состоит из политической и экономической частей. Первая касается в частности вопросов безопасности, борьбы с терроризмом и защиты прав человека. В экономической части речь идет о создании зоны свободной торговли. Евросоюз берется открыть свои рынки для украинских товаров. Уменьшить торговые барьеры обязуется и Украина. До сегодня 27 стран ЕС ратифицировали соглашение. Процесс притормозили Нидерланды. Там вопрос вынесли на референдум. Большинство из принявших участие граждан высказались против. После ряда переговоров на саммите ЕС 15 декабря прошлого года удалось согласовать условия, при которых Амстердам согласится продолжить процесс ратификации. Среди них договор не гарантирует вступление Украины в Евросоюз, не обязывает страны сообщества оказывать Киеву военную помощь. Также документам не предусматривается то, что украинцы могут свободно проживать и работать в Европе. Каждая страна будет решать это по-своему, опираясь на внутренние законодательства. Вопросы финансовой помощи Украине страны-члены ЕС также будут решать в индивидуальном порядке. В документе отдельным пунктом оговаривается необходимость борьбы с коррупцией в Украине. Продолжим тему с Надеждой Коваля. Это эксперт Украинского института будущего. Здравствуйте, Надежда. Добрый вечер. Какие аргументы убедили Нижнюю палату Нидерландского парламента голосовать за? Я бы сказала, что это не столько аргументы, сколько документ, который премьер-министр Марк Рютте добился принять в декабре 2016 года от Европейского Союза. Напомним, это было отдельное соглашение, которое говорило о том, что соглашение об ассоциации не предусматривает автоматически членство Украины в Европейском Союзе, не предусматривает каких-то обязанностей Европейского Союза защищать Украину и подобные вещи. И так как премьер Рютте на данный момент пока имеет большинство в Нижней палате, ему удалось убедить своих депутатов проголосовать все-таки за. Что может убедить Верхнюю палату проголосовать за? Верхняя палата, там немного другая ситуация, чем в Нижней палате. Там премьер-министра большинства нет. Его депутаты, депутаты его партии находятся там в меньшинстве. И поэтому результаты голосования в Верхней палате будут зависеть от того, насколько премьер сможет договориться с отдельными сенаторами. И вот это очень скользкий вопрос, потому что с частью этих сенаторов он уже договорился, с частью еще придется вести переговоры. А перед выборами переговоры вести довольно сложно. У каждого свои интересы, каждый думает, как бы возможно войти в правящую коалицию и подобные вещи. Поэтому это сложный вопрос. И он будет решаться уже после выборов. В докладе исследовательской группы Amsterdam Economics, которая анализировала эффект Ассоциации Украина-ЕС, указано, что выгоды Нидерландов от имплементации соглашения об Ассоциации Украина-ЕС может дать дополнительные 177 миллионов евро. Насколько этот аргумент убедителен? Ну это, скорее всего, дополнительный аргумент, который не имел очень прямого влияния на результаты голосования. Оно показывает, что все-таки соглашение об Ассоциации выгодно Нидерландам. Но так как оно действует только очень короткий период, и в относительных цифрах этот рост экономики пока не очень велик, он измеряется в сотых процента от голландского ВВП, пока это не может быть каким-то важным аргументом в дискуссии. Но на перспективу, когда у исследователей будет больше данных, через какой-то период, возможно, эти выгоды от соглашения об Ассоциации будут большими. Что будет в том случае, если Верхняя Палата все же не проголосует за? Ну это будет довольно сложная ситуация, и тут есть разные сценарии, есть оптимистические, есть пессимистические. Более оптимистический сценарий говорит, что все-таки соглашение об Ассоциации это не тот тип договора, который Нидерланды могут просто взять и отбросить. Потому что большая часть его находится вне компетенции именно правительства Нидерландов. Например, вот зона свободной торговли, это больше компетенция всего ЕС. Поэтому, ну есть и некоторые пункты, которые, например, касаются перемещения рабочей силы, да, которые подпадают под эту компетенцию. Поэтому после, если все-таки не удастся до конца ратифицировать Нидерландам это соглашение, наступит очень тяжелый период торгов. Будет ли соглашение действовать в какой-то момент дальше, как он сейчас действует в этом временном режиме, да? Удастся ли разделить вот эти сферы, которые будут продолжать действовать и из которых Нидерланды попросту выйдут. И тут главная проблема в том, насколько политическая воля будет у Европейского Союза быстро и эффективно достичь какого-то решения. Потому что мы знаем, что сейчас в Евросоюзе очень сильные евроскептические настроения. Вот этот период, когда Европейский Союз подписывал соглашение об ассоциации свободной торговли, когда это была его главная деятельность, он заканчивается. Например, зона свободной торговли с Канадой, она как бы имела очень много проблем в 2016 году. Поэтому лучше бы все-таки Сен-Сенат проголосовал. Те выгоды существующие, которые уже есть, они могут стать одним из аргументов, чтобы голландцы все-таки приняли этот документ? Понимаете, тут проблема в чем. Сам референдум, он касался не столько выгоден или невыгоден Нидерландам вот это соглашение. Оно больше касалось страхов голландцев перед ассоциацией с Украиной. То есть страхов перед тем, что это будет присоединение украинных съезд. Страхом перед тем, что приедет большая-большая группа украинских трудовых мигрантов, будет забирать рабочие места в Нидерландах. Страхом, что сильно ухудшатся отношения Нидерландов с Россией, со стороны конфликта. И поэтому вся деятельность, направленная на то, чтобы соглашение было все же ратифицировано, это была борьба со страхами голландцев, а не какая-то реклама выгод от возможной ассоциации. Это была бы хорошая смена повестки, если бы мы стали меньше говорить об угрозах от Украины для Европейского союза и Голландии, а больше начали говорить о выгодах. И вот если вот эти цифры, которые мы видели, что все-таки выгодно Нидерландам экономически это соглашение, если они будут расти, если мы будем вкладываться в то, чтобы темп роста этих экономических взаимоотношений ускорялся, вот тогда может удастся голландцы в этом убедить. Это была Надежда Коваль, аналитик Украинского института будущего. Энергосистема Украины работает стабильно, а вероятность веерных отключений электроэнергии сведена к минимуму, утверждают в кабинете министров. Там уже начали работу по уменьшению зависимости от поставок угля антрацита с неподконтрольных территорий, проводят модернизацию теплоэлектростанций и ищут альтернативных поставщиков топлива. В украинском парламенте день вопросов к админу. Министр энергетики решил развеять популярные мифы о состоянии профильного сектора. Начали с якобы отсутствия диверсификации поставок угля. Игорь Насалик говорит, что как раз наоборот сейчас министерство реализует четыре проекта, направленные на решение этой проблемы. Например, на Змеевской ТЭС два блока перевели на потребление другой группы угля. Это позволит сэкономить около 1 миллиона тонн антрацита. Третий проект, который реализован, это Ровенская АЭС, Киевская подстанция. Четвертый проект введен летом этого года. Это строительство на Днестровской гидроаккумулирующей электростанции. Экономия по этим двум проектам 700 тысяч тонн угля. Всего по проектам, которые будут реализованы в этом году, удастся сэкономить 3,5 миллиона тонн антрацитовой группы угля. Это одна треть того, что идет с оккупированных территорий. Не грозит украинцам и остаться без света. Веерные отключения, о которых было много спекуляций в СМИ, лишь единичные случаи. Министр говорит о них как о крайних мерах, цель которых – стабилизировать работу объединенной энергосистемы. Основная задача такой крайней меры, как веерное отключение – уменьшить генерации, работающей на антрацитовой группе угля. Нам удалось сократить генерацию из 36 тысяч тонн антрацитовой группы до 12 действующих на сегодняшний день. По словам профильного министра, к следующему отопительному сезону Украина подойдет более подготовленной. В частности, за счет существенного наращивания добычи газа. Украина – лидер в Европе по количеству зарегистрированных партий. У нас их 349. Причина – процесс создания политических организаций сводится к формальности. Необходимо набрать 10 тысяч подписей в свою поддержку. Как результат, около 70% партий не имеют региональных представительств, существуют только на бумаге. Для ужесточения правил регистрации необходимы изменения в закон о политических партиях, отмечают аналитики. Выявить партию, которая существует только на бумаге, стало проще. Согласно закону Украину о государственном финансировании, все политические организации обязаны подавать финансовый отчет о своей деятельности в Национальное агентство по предотвращению коррупции. Там каждый квартал анализируют, за какие деньги существуют партии. На сегодняшний день остается нерешенным вопрос, что около 100 политических партий вообще не подали финансовую отчетность Национальному агентству из 250 партий. Больше половины – это пустые отчеты, просто формально заполняющиеся прочерками, нулями. Организации, которые нарушают закон, не ведут партийной деятельности и не участвуют в выборах, нужно ликвидировать, считают в Комитете избирателей. Для этого необходимы изменения в закон о политических партиях. Мы предлагаем добавить еще одну норму, что для того, чтобы, если партия не подает финансовый отчет за два подряд квартала, это есть основанием для того, чтобы Минюст мог аннулировать, через суд мог аннулировать регистрацию такой политической партии. Если партия хочет быть зарегистрированной, у нее должно быть какое-то количество членов. Это общеевропейская практика. Иностранные аналитики отмечают. В Украине в четыре раза больше партий, чем в какой-либо европейской стране. Но большинство из них не имеют партийной структуры. В свою очередь, парламентские организации занимаются саморекламой за государственные деньги. Это неправильно. Деньги должны идти на развитие партийных ячеек в регионах. Мне кажется, в Украине самая большая проблема в том, что партии не представляют избирателей. Они мало контактируют с ними, не доносят главные проблемы страны избирателям. Большая часть политических партий образовалась в Украине после революции достоинства – 158. Но самые развитые инфраструктуры имеют старые политические организации. Они до сих пор не ликвидированы. Это еще одна из причин, почему Украине срочно необходимо ввести упрощенную систему аннулирования регистрации, отмечают эксперты. Анна Нерус, Игорь Каркадым, ЮЭТВ. Юбилей легенды. 100 лет со дня рождения украинской художницы с мировым именем Татьяны Яблонской. За жизнь она отобразила идеалы живописи всего 20-го столетия. Ее признали прижизненным классиком. Картины Яблонской есть в музеях многих стран. С каждым годом они дорожают, за них сражаются аукционы и частные коллекционеры. В Киеве прошел вечер памяти художницы. Зал Национальной библиотеки имени Ярослава Мудрого встречает гостей. На вечер памяти легенды. Десятками сходятся почитатели таланта Татьяны Яблонской. Она пронесла живопись сквозь всю свою жизнь. Первые шаги навстречу искусству сделала благодаря папе. Мамин отец Нил Александрович Яблонский сам мечтал быть профессиональным художником. Но был любителем, хотя рисовал очень хорошо. Поэтому мечтал, чтобы дети стали художниками и всячески способствовал этому. На ее полотнах оживала все, чего касался взгляд. Ранняя Яблонская – это великие формы, сложные сюжеты, где много персонажей. На следующем этапе творчества – портретный жанр. После – фольклорная тема, изюминка работ, цвета. Они подобраны так, что, кажется, картины вот-вот оживут. Почти каждое десятилетие наступал новый этап в ее творчестве. Вообще, она одна из самых ярких представителей соцреалистической живописи. Она очень любила украинскую природу, людей, культуру. Ее картины это отображают. В 99-м она перенесла инсульт. Болезнь парализовала правую часть тела. После частичного выздоровления продолжают рисовать левой рукой. Последние работы выполнены совершенно в такой нестандартной для Яблонской технике – в пастели. Это такие цветные мелки на цветной бумаге, на тонированной бумаге. И сюжетами могло стать что угодно. А практически она работала в одном месте в кухне, сидя на инвалидном кресле. В независимой Украине Татьяну Яблонскую признали прижизненным классиком. За талант удостоили звание народной художницы и многих других наград. В феврале этого года Национальный банк Украины ввел в обращение памятную монету ее честь. Номиналом – 2 гривны. На Аверсе – герб Украины и фрагмент картины Яблонской «Лен» 1975 года. На реверсе – ее портрет и фоксимили. Я очень горжусь тем, что Татьяна Яблонская украинка, что я живу в стране, где много талантливых людей. На ее картинах изображена обычная жизнь. Она вдохновляет. Я с 81-го года в Киеве и все это время посещаю выставки Яблонской. Я – поклонник ее творчества. Самое ценное в ее работах – природа. Я выросла в сельской хате, а на картинах Яблонской такие же хаты и природа есть. Они навеяли воспоминания детства. Синие колокольчики – последнее, что ожило под ее рукой 16 июня 2005-го. На следующий день, на 89-м году жизни, художница умерла. Похоронена на Байковом кладбище в Киеве. Ярослава Гульбик, Игорь Каркадым, Юэй ТВ. Повод для гордости за достижения украинских спортсменов в Олимпийском доме в Киеве – двойной праздник. Президент Национального олимпийского комитета Сергей Бубка наградил двух лучших спортсменов декабря и января по версии НОКО. Сегодня праздник на биатлонной улице. Ценные статуэтки и признания от главного олимпийца получают Анастасия Меркушина за свои достижения в декабре и ее коллега по сборной Юлия Джима, которая стала чемпионкой Европы в спринте и в женской эстафете на чемпионате мира в Хохфильцине вместе с подругами завоевала серебро. В этом результате большой вклад невооруженным взглядом виден в работе тренерского штаба и босса биатлона Федерации Владимира Брынзака. Тут же на вручение он подписывает меморандумы о сотрудничестве с двумя спонсорами. Работа кипит. В те минуты, которые переживаешь, когда выигрывает золото, поднимается флаг, знаешь, что за нами тут миллионные болельщиков, и это двигает на новые свершения, на новые труды, на новые работы. Юлия Джима и Анастасия Меркушина звание спортсмена года получают впервые. Понимают, что заслужили и знают, чего от них ждут теперь болельщики и журналисты. А когда эти ожидания медали, ответственность возрастает. И зачастую это не помогает. Каждый раз выходишь, когда чего-то не можешь, то думаешь, тебя же ждут, ты должна, ты обязана. Но когда сами старты, конечно, тяжело, потому что биатлон тоже психологический вид спорта, и справиться в психологии очень важно. Поэтому мы все ждем поддержки, конечно, но мы постараемся. Звезда 22-летней Анастасии Меркушиной в новых красках начинает зажигаться только сейчас. Медали Чемпионата мира и Европы, впереди цель – олимпийские награды. Зазвездиться шансов у нее нет. Помимо тренеров сборной, у нее есть свои личные наставники – папа и мама, которые слепили из нее биатлонистку. У нее характер свой есть, она его показывает, она выполняет то, что от нее требуется, скажем. Она не боится работы и не боится экспериментировать. Поэтому очень волнительно за нее смотреть, потому что знаешь, о чем мы говорим, и то, что она выполняет. То есть это как бы даже какой-то у меня свой аж интерес просыпается. Сможет, не сможет, смогла. Ура! Поводов для радости нынешней зимой у биатлонных болельщиков было предостаточно. Но главные украинские надежды связаны с Олимпийскими играми, которые через год будет принимать Корея. Олег Шумейко, Антон Борзенков, UATV. Спасибо за внимание к Украине. Увидимся уже завтра.